Осенью 1941 года село Локотня оказалось на рубеже обороны Звенигорода. Затяжные кровопролитные бои в этой местности вела 144-я стрелковая дивизия генерала Пронина. В конце ноября населенный пункт оккупировал враг. Освободить его удалось лишь в декабре. Ценой жизни сотен красноармейцев. Сейчас на братской могиле установлен монумент. Локотня – стартовая точка инспекции мемориалов Великой Отечественной войны. Рассада заказана. Вот здесь у нас два цветника, два маленьких. Будем высаживать 6 мая и 7. В Ершовском поселении 21 монумент, 16 из них – захоронения. В Каринском внимание путников всегда привлекает пусковая установка гвардейского реактивного миномета, известная всем «Катюша». Раньше она стояла на шасси ЗИЛ-157. Она пришла в негодность. И Бабурина их прошу принять решение снять установку. Отпескоструили мы ее. Значит, загрунтовали и покрасили. Установка настоящая. Где-то, когда пескоструили на одной из рельс направляющих, видела надпись «Завод имени Сталина». Следующая точка – территория дома отдыха «Связист» под Звенигородом. Здесь обрели покой воины 144-й стрелковой дивизии 5-й армии. За состоянием монумента следят местные жители. Не потому, что больше некому, а потому, что уверены – это то малое, что они могут сделать для тех, кто победил фашизм. Вот лестницу построили. Поставили памятник генералу Пронину. Он заслужил. Вот у него штаб был здесь, вот прямо в доме. Все осмотренные памятники в хорошем состоянии. К такому выводу пришли участники инспекции. Впрочем, такие проверки будут продолжены. Они проходят по всему Подмосковью в рамках партийного проекта «Историческая память». Евгения Августина, телекомпания Одинцова.